То есть привязанность между ребенком и матерью имеет другую природу и отцом. Другую природу. Какая природа? Природа уже поддерживаемая Богом. Вот в этих привязанностях муж и жена мы сами должны возвышать отношения своими усилиями. Не возвышаем, все будет, брак разрушен. Он постепенно, люди просто думают, наслаждаются другим сексом, занимаются, приходит время, и отношения начинают гнить. Гнить, гнить. То есть они становятся настолько вонючими, что люди просто даже находиться рядом не могут друг с другом. Это у всех всегда так бывает. Надо думать, что будет как-то у меня по-другому. Олег Геннадьевич. Да. А? Можно ребенка тянуть за собой, да? Нет, не тянуть за собой, не тянуть. А он будет сам тянуться. А вот такой вариант жизни, когда ребенок не сдал, в основном валит, он не понимает вообще. Чего не понимает? А он, то есть он, у него есть психическая недоразвитость какая-то. На уровне сердца тогда развитие идет. Вот смотрите, вы, допустим, занимаетесь духовно... Если нет, вы просто сказали, что нельзя жить ради ребенка, ради мужа, да? Что нужно жить в воле высшей жизни. Видите, вы воспринимаете очень поверхностно то, что я говорю. Я говорю сейчас про другие вещи, я расставляю цели. Допустим, женщина ставит целью своего ребенка. Результат? Она поклоняется ему. А объект поклонения всегда становится Богом в своем сердце. То есть ребенок думает, что только ради него надо жить в результате. Становится эгоистом. Если вы, допустим, поклоняетесь Богу, то, естественно, для женщины жить ради ребенка. Но она ставит своей целью выше не ребенка. Она знает, что он может развиться как личность, может не развиться. И это не зависит в полной степени от нее. Это зависит также от его судьбы. Она вкладывает все, что может в него, но ни на что не рассчитывает. Потому что, когда человек поклоняется, она знает точно, что все у него будет хорошо. И это иллюзия. И потом эта иллюзия приводит к стрессу ее. Она начинает страдать очень сильно от этого. Как будто судьба ее обманула в чем-то. Что касается ребенка-инвалида, интересно знать, что когда женщина идет к Богу очень серьезно, то какой бы ребенок ни был, инвалид или не инвалид, он реально очищается рядом с ней. Осознание очищается. Но при этом есть такой вид святых, которые не развиты интеллектуально. Их называются иродивыми. То есть человек святой, но он не развит интеллектуально. Он может тебе сказать всю правду о тебе, но он не воспринимает этот мир так же, как ты. Он ему не сильно интересен. И в этом плане можно развить человека. Спокойно развить, без всяких проблем. Если ты идешь чистым возвышенным путем, ребенок естественным образом включится. Особенно если он сильно страдает. Вот что значит ребенок-инвалид? Он хочет быть как в себе, не может. Он сильно страдает в сердце. Просто не показывает этого. И страдания очищают человека. Ему еще легче идти к Богу на самом деле, к такому ребенку. Потому что он всегда чувствует, что ему чего-то не хватает. Его Бог, с одной стороны... Знаете, веды как говорят, что у человека есть два способа восприять ситуацию в его жизни. Но ситуация всегда одна. Или человеку даются экзамены не слишком большие, и он воспринимает это как хорошую жизнь. Тебе спрашивают, как у тебя жизнь? Он говорит, нормально, у меня все хорошо. Означает ему, что Бог дает очень маленькие экзамены, небольшие. Или человеку дает Бог экзамены очень большие. Тогда человек говорит, у меня жизнь ужасная. Ужасная, я не могу, у меня все рушится. Все тяжело. Теперь смотрите, когда Бог дает человеку большие экзамены, большой результат получается от них. Когда человеку Бог дает небольшие экзамены, дает, получается, небольшой результат. И по факту веды говорят, самая лучшая часть жизни человека, это когда он сдает экзамен, то есть страдает, по-русски сказать, страдает. Это самое лучшее время жизни, потому что оно его приводит к знанию, как жить. Пока человек не страдает, ему не надо ничего изучать. Зачем? Ну, все нормально. Если он надламывается, не сдает, а надламывается, значит, будет сдавать потом дальше. Надлом означает капризы просто. Почему он надламывается? Ну, капризничает. Говорит, да не могу я так жить. Тельняшки рвет. Не поощряется. Если экзамен тебе дан какой-то, значит, точно ты так можешь жить. Просто не хочешь. Бунтуешь. Капризничаешь. За бунт придется отвечать, да, болезнями там. Вы скажете, этот мир очень жестокий, какой-то строгий. Да, с одной стороны такой он. А с другой стороны, когда человек встает на путь отношений со святостью, чистой жизни, этот мир становится обителем удачи. Веды говорят, лотос удачи восходит в сердце этого человека. Смотрите, как он восходит. Появляются чистые, светлые друзья. Появляется чистый, светлый путь. Появляется наставник. Появляется другая жизнь совсем, понимаете? То есть, лотос удачи восходит в сердце. И люди, которые не чувствуют этот лотос удачи, они думают, Олег Геннадьевич из Мурзилки какой-то такой рисует солнышко красивое. Солнышко лучистое, улыбнулось весело, потому что мамочке мы запели песенку. Нет, я не из Мурзилки, я просто знаю это, чувствую. У меня есть такие отношения возвышенные с людьми. Я знаю, что это другая жизнь. Там есть удача, там есть чувство опасности. Когда человек чистой жизнью живет, у него есть ощущение опасности, беды. Он может победить молитвой беду. У меня много раз в жизни это было. Я на лекциях много раз об этом говорил. Другая жизнь совсем. С другой стороны, когда неправильно человек живет, сковывается ситуация жизни все хуже и хуже, и хуже, и тяжелее. И посмотрите, как живут люди в преступном мире. По своим песням, можно по их песням это судить. И перо за это получи. Ну это же вообще очень серьезно, перо получить, понимаете? Это серьезно. Перо означает нож. Это на их жаргоне. Там вообще очень жесткие отношения. Очень жесткие. Можно погибнуть в секунду. Там, понимаете, смотрите, когда люди просто хотят развиваться в жизни, судьба как с ними действует? Она их напрягает, но не уничтожает. То есть она дает им шанс. Ну как бы люди живут вот внешними делами, как бы вещами. Они хотят работать, квартиру там, чтобы у них все классно было. То есть они вот этим балдежом, они верят в то, что этот мир предназначен для наслаждения. Поэтому они как бы стремятся к этому, развивают все. И жизнь как-то она им дает возможность. Но в какой-то момент все равно все это сгущается, потому что это же не цель жизни. И поэтому что происходит? Со временем, когда люди вот такой жизнью живут, у них напрягается судьба. Смотрите, как она напрягается. Есть признаки. Первое. Работать надо больше. Время свободного становится меньше. Отношения становятся суше. Мы уже не стремимся к отношениям, мы привыкли просто друг к другу. Все. Дальше, следующий этап. Болезней становится больше. Жизнь становится тяжелее. И это все признаки того, что судьба тебе говорит, уже хватит. Пора думать башкой, что дальше делать. Иначе будут проблемы. Человек не хочет, он думает, у меня все нормально, у меня все нормально. Вот такая жизнь называется жизнь в страсти. Человек все время себя успокаивает с помощью телевизоров, фильмов, с помощью того, что все так живут. Он успокаивает. У меня все нормально, у меня все нормально. Потом бац, жена ушла. Уже ненормально. Ребенок стал наркоманом или еще что-нибудь. Почему это все происходит? Потому что судьба показывает, хватит дурю маяться. Давай начинать цель человеческой жизни осуществлять. Цель человеческой жизни понять, что жизнь предназначена для вот этого чистого светлого. Я должен светлую память иметь о близком человеке, а не то, что он такой вот плохой, я все о нем знаю. Ничего ты о нем не знаешь, он душа на самом деле. Учись светлую память культивировать о нем. Учись культивировать в своем сердце чистоту к людям. Учись понять, что есть святые люди возвышенные, не такие, как ты, лучше. Люди в основном этого не понимают, они думают, ну примерно такой же, как я, а другой человек. Нет. Есть очень чистые, возвышенные люди. Где они есть? На иконах? Нет. Вот здесь прямо в жизни есть.